Довольно уверенный Град, у него просто огромный стэк, она сейчас хороший кандидат на победу, и может с ней поконкурировать сейчас по стэкам игрок из Турции. Вот на футболке у него видно цифра К2, видимо он предрешил свою судьбу, его зовут на ЦИП, он довольно неплохо сейчас за финальным столом Град, у него большой стэк. На четвертом месте выбывает представитель Германии Порис Фраген. Его валеты не устояли против дамы-короля Нецепа Ференджи Бильджи, игрока из Турции. Мне уже 50, поэтому мне тяжело всегда три дня играть. Соперники, в общем, не очень сложные, но немножко везения нужно, в решающий момент нужно немножко везения, без везения нет покера. Кому сегодня везет, так это русской красавицы Валерии Литманович. Она осталась один на один с гражданином из Турции с очень длинной фамилией Ференджи Бильджи. Игрок играет очень пассивно, постоянно калирует, на рейс выкидывает, никаких признаков агрессии. Лера же, наоборот, забирает все, что плохо лежит. Развязка турнира состоялась через час. Турок идет волын. Лера кол. Дама-король против дамы-два. На флопе открывается двойка, и Валерия Литманович становится победителем мейн-эвента в Медитеррэнен Покер Кап 2010. С русскими нелегко. С самого начала финального стола русская девушка была чип-лидером, а против чип-лидера всегда тяжело играть. Я думаю, что здесь удача большую роль сыграла. Выиграть с парой двоек? Просто у нее был удачный день сегодня. Ну, если честно, достаточно просто. Достаточно просто. Первый день был сложный, второй попроще. Ну, а финал, в общем, совсем просто для меня. Финальный стол был очень простой для меня. Наши спонсори, Фишер Аудио и Полароид. Презенту ее с специальным дамом. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Один из главных сюрпризов для всех игроков – это выступление популярных музыкальных коллективов на огромной сцене. Все турниры временно приостановили. Пора расслабиться. Полно причин для крутых вершин. Картин, витрин, дорогих машин. Но мне протяг гламурные речи. Смена трех нарядов за вечер. Глупосты лечат. Свисток, значок, полосатый штрих. Послать бы их через две сплошных, нереально маленьких суток. Может, их хватает кому-то на мой день. Темпа минута. Здесь фасон не связан с сезоном. Здесь пошире рамки с законом. Прайм, талюк, клубная зона. Девчонки едешь, вряд ли вообще-то едешь. Джунглях и железа, питона. Нет резона, жить по канонам. Прайм, талюк, клубная зона. Большое спасибо игрокам, что приехали на наш турнир. Нам очень приятно, что мы видим на всех наших турнирах все больше и больше игроков. Много новых, много постоянных. Приятно, что мы не теряем старых игроков, что приобретаем новых игроков. Значит, мы идем в правильное направление. Желаем игрокам, ну, в первую очередь, победы. Победы всем пожелать нельзя. Удачи тогда. Самоглавное везение. Девочки, курочки, я такая дурочка. Шла по переулочку, потеряла сумочку. За целый день устала, два КМН находила. Расстратила силы, уволила водилу. Все ли, что хотела, я сегодня купила. Сережки, сапожки, что-то забыла? Спасибо. Виктория, Евгения, меня зовут Карина Кокс, вместе мы. Виа Сливки! Это Елена. Она знакомит игроков с достопримечательностями Северного Кипра. Елена вышла замуж за местного киприота и живет здесь уже около трех лет. Историю Кипра знает на зубок. Одно из исторических мест старого города Кирений – замок Святого Илариона. Здесь в 13 веке на высоте тысячи метров над уровнем моря жила королева Элеонора. Чтобы посмотреть ее апартаменты, нужно преодолеть несколько сотен ступеней. У этого окна королева здесь отдыхала, любовалась вот такой вот панорамой. К сожалению, именно с этого окна королева сбросилась. Одиночество и невозможность быть рядом с любимым погубили Элеонору. Отличная экскурсия, очень познавательная. Нам все очень нравится. Надеюсь, нашим игрокам тоже все понравится. Дальше еще интересней. Елена отвезла игроков в Киренийский замок, построенный венецианцами на укреплениях крестоносцев. Это макет корабля, который затонул во времена Александра Македонского. Его обнаружили в 1964 году. Эти амфоры были полны вина. И здесь было еще очень много-много золота. И есть такая версия, что корабль затонул только потому, что капитан был пьян. Во время экскурсии русская киприотка Елена рассказала игрокам в покер о чудодейственном средстве, которое помогло ей акклиматизироваться на чужой земле и преодолеть уныние. Это плоды дерева Харнуп, местная Виагра. Если употребить это чудодейственное средство натощак, то оно улучшает настроение. Допустим, вы не затащили турнир по покеру. Пожалуйста, нужно только разломить, скушать и никакой депрессии. С помощью сателлитов и ситингоу на вип-турнир отобрались 35 человек. К ним присоединились игроки из Европы. Всего за столами 68 участников. Баин – 5300 долларов. А общий призовой фонд – 300.